Привет! Есть такое выражение, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Так что, просто перестань царить. В принципе, логично. Ну а если ты обычный человек и не можешь отказать себе в этом удовольствии, то нанимай слугу. Ну или, обрати внимание, на разные роботы-пылесосы. Например, iLife A10S. Почему именно iLife A10S? Потому что на него сейчас просто сумасшедшие приятные приложения в честь распродажи 11.11. Так что ссылка в описании, переходи, ознакомливайся. Ну а я приступаю к распаковке. И первое, что удивляет, это очень богатая комплектация. Меня сразу же встречают четыре боковых щетки, пластиковый коврик, чтобы тряпка пол не поломала. Так, а что-то не сходится. У меня, получается, тряпка лежит на полу. И я тогда не понимаю, зачем этот коврик. Я был уверен, что этот коврик, он защищает от тряпочки. Потому что тряпочка мокрая, если здесь ламинат, то сразу ламинат вздуется. Она не заезжает на нее. Слишком маленькая. Эта штука должна быть еще больше. Ой. Значит, она не для этого, значит, она для чего-то другого. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия и все. Пульт с батарейками, док-станция, пылесос и дополнительная, но уже резиновая щетка, которая очень хорошо собирает шерсть, волосы и прочее и не наматывает это на себя. А также запасной хепофильтр, запасная тряпочка и второй бак для влажной уборки объемом 300 миллилитров. И за свои деньги, в районе 16 тысяч, это очень крутая комплектация. Курпус здесь пластиковый, хотя визуально он сделан под металл, и это хорошо, потому что на нем разводы и пыль будут видны не так сильно, как если бы он был просто черным глянцем. Сверху можно заметить лидар, это хорошо, с помощью него пылесос строит карту местности. А рядом с ним расположена кнопка запуска и индикатор работы Wi-Fi. Кто-то может спросить, почему здесь два контейнера? Почему не один? Почему бы их не объединить, чтобы он сразу и пылесосил, и тут же протирал? Это же намного удобнее, чем пропылесосить, потом менять контейнер, чтобы он сделал влажную уборку. Ну, а я тебе отвечу, я не знаю, я не инженер, но чисто визуально, если смотреть на эти контейнеры, довольно-таки непростая задача все отсюда засунуть сюда. Потому что контейнер для сухой уборки не совсем обычный, он выполнен в виде сот для сохранения мощности всасывания даже при наличии мусора внутри. А контейнер для влажной уборки, помимо отсека для воды, оснащен дополнительным отсеком для мусора. Потому что пылесос продолжает собирать мусор, но уже не прям вот пылесосит, а, ну, так сказать, подметает. А также здесь есть вибрирующий механизм, который приводит тряпку в движение. И она не просто ползет за пылесосом, а еще и пытается что-то там оттирать пол. И объединив это все в один контейнер, тут был бы очень маленький бак, как для воды, так и для мусора. И вряд ли бы были соты и вибромеханизм. Также робот оснащен рядом датчиков, на самом бампере и внизу, чтобы не свалиться по ступенькам или со второго этажа, если такое имеется. Управлять этой колесницей можно двумя способами. Либо со смартфона, если ты продвинутый юзер. Либо через пульт управления, если ты против 5G и тебе не нужен этот интернет наш. Но тогда, как же ты тогда меня смотришь? На диапроекторе? Ну ладно, специально для тебя расскажу. Смотри, на пульте сверху есть кнопки типа туды-суды, плей-пауза. А под ними настройка времени, выставление графика автоматической уборки, точечная уборка, если где-то насвинячил. Изменение силы всасывания, если уж сильно насвинячил. Кнопка отправить пылик на базу и режим уборки по углам. Ну а для супер юзеров есть приложение, которое доступно как на Android, так и iOS. И тут уже раздолье. Во-первых, пылесос умеет строить карту местности. Причем не одну, можно сохранить до трех штук, если у тебя несколько этажей. Помимо этого, он разобьет ее на комнаты. У меня здесь всего одна, мне разбивать нечего. Так вот, потом можно будет настраивать уборку в конкретной комнате в конкретное время. Или выбрать конкретную зону уборки, или выставить зоны, где нельзя убирать. А также, помимо мощности самого пылесоса, можно настраивать мощность подачи воды и вращение боковых щеток. И нет, не нужно ставить их сразу на максимум, потому что если ты просыпал какую-нибудь крупу, то эта фигня все раскидает все по всей комнате, по всей квартире, по всему дому, даже по другим этажам. Так вот, ставь на серединку и будет тебе счастье. Аккумулятор тут емкостью почти 3000 мАч, которая обеспечивает до 100 минут автономной работы, которой должно хватить примерно на 100 квадратов, может чуть больше. А если вдруг у тебя хорома под 200 метров, и аккумулятор внезапно разрядится, то пылик запоминает место, едет на зарядку на док-станцию, 6 часов заряжается. Да, ему нужно порядком 6, может быть 7 часов для зарядки с нуля до сотки. И как только зарядится, поедет заканчивать уборку, ровно с того места, на котором остановился. В итоге, за те деньги, со всеми скидками и прочим, которые предлагаются в период распродажи, 11.11, все дела, то, учитывая те возможности, которые он дает, учитывая возможность влажной уборки с вибромоторчиком, учитывая приложение LiDAR комплектацию, все возможности, которые дает этот пылесос за те 16 тысяч, за которые его предлагают, это, на мой взгляд, хорошее предложение. Так что, если он тебя заинтересовал, то ссылка в описании, переходи, ознакомливайся. А у меня на этом все. Пока!